Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Матвей Гонопольский, слава Богу, мы с вами снова встречаемся. Здесь было очень много вопросов, почему, что случилось, почему его нет, но вы понимаете, я заболел, просто заболел. У меня такая специфика, что если я заболеваю, например, обычной простудой, то происходит ужасное, я теряю голос. И вот неделю я не работал ни напрямую, естественно, не был здесь. Я просил, чтобы Роберт всем написал. Ну, в общем, короче говоря, продолжим это дело, нашу работу с вами. Но вы понимаете, все мы живые, поэтому такие вещи бывают. Итак, меня зовут Матвей Гонопольский. Как вы знаете, это программа, которая называется «Гонопольская правда». Завтра, я надеюсь, будет две программы в 17 часов дневная и в 23 часа вечерняя. Посмотрим, как голос сработает. Значит, это первое. Теперь второе. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Не знаю, в чем причина. Ну, во всяком случае, ну, наверное, я исчерпал, скажем так, свой ресурс. Это клуб все-таки у нас. Поэтому подписка просто остановилась. Мы не можем там чего-то, следующую цифру, там какая-то семерка, ну и так далее. Пожалуйста, не забывайте, пожалуйста, донаты, тот, кто сможет. Но я еще об этом скажу. Конечно, за это время было, ну, просто жуткое количество тем, поэтому трудно себе представить. Ведь всю неделю я сейвил, 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 сейвил. Поэтому мне надо будет вам это все доложить, скинуть и так далее, и так далее. В общем, загрузить вас по полной программе, по самой Зюзюх, для того, чтобы вы понимали, чего происходит. Ну, какие-то вещи и вчера. Ну, очень много я аудио и видео. Это все будет. Все будем делать. Давайте вот еще начнем. Пока народ удивленный, что я еще живой собирается. В 15 минут у нас будет включение Олега Саакяна по поводу странной истории, которая произошла в Украине, по поводу Залужного. Давайте я вам нечто прочитаю. Вы знаете, я вначале читаю некий текст, который, ну, на мой взгляд, крайне важен, и он нас всех касается, и так далее, и так далее. Это написал такое название «Вы поняли? Да? Да?», то есть вопросительный знак. Вот написал человек. Он из Украины. Вот давайте, так сказать, обсудим это дело. Если у вас в квартире все еще есть какие-то очаги памяти, вроде сервиза в громоздком шкафу, кучи книг, еще советских изданий, восьми полок с фотоальбомами и так далее, избавьтесь от этого. Книги и посуду раздайте, а фотографии оцифруйте и на облако. Что купят, продайте. Купите электронную книгу, что-то, что принесет счастье прямо сейчас. Купите хорошую и удобную сумку, определитесь с главным, с тем, что в нее влезет, если повезет. Остальное все полная дичь. Это говорит вам человек, который лишился дома дважды. В Донецкой области в 2014 году и в Киевской в 2022 году. Буквально все, что нас окружает и не используется с мыслью пригодиться, обнуляется за считанные секунды. И для психологического, и для материального состояния лучше это сделать самому и с умом. Поверьте, если ваш дом не накроет ракетой, то оккупанцы срежут с него замок, войдут внутрь и выкинут все, что не смогут угробить. Конечно, может этого не случиться. Конечно, в некоторых случаях и областях это маловероятно. Прямо как маловероятны были бои в моем городе спустя 24 часа после того, как я 23 февраля 2022 года доел последний кусочек пиццы под сериал и, обняв жену, уснул, провожая последний день своей старой жизни, как и мы все. Ну и вот здесь он показывает вот такую фотографию, вы знаете, очередная там румынская стенка, вот такое. Значит, почему я вам это прочитал? Потому что это важная и актуальная вещь, которая касается всех нас. Потому что война, которая началась, большая война, она только подчеркнула, и я много раз вам об этом говорил, что изменилась не только политика, изменилось не только оружие, но изменилось как-то какое-то наше отношение к дому, причем волонтаристским образом. У нас просто стали его забирать. Тут интересные комментарии, потому что комментарии, их безумное количество, безумное количество. Просто невероятно, как люди откликнулись на всю эту историю. Пишет Лонго Лонго. В 14-м году я в свою пожизненную эмиграцию собрался за 15 минут. Вот реально, набил сумку теплым шматьем, базовой посудой, парой книг и полетели. Жена пыталась набить всего побольше, но весы были неумолимы, 20 килограмм. Ну, вот еще около 5 килограмм в руках. Жена, кстати, осталась в России на целых 4 года. Как она плакала в аэропорту, но мы в конце концов смогли соединиться в итоге. Но это отдельная история. Пишет Мишко. Когда мы эмигрировали в далеком 79-м, нам разрешили взять две сумки на человека по 90 долларов. Пишет Юлия. Давно уже так, но все же хочется зацепиться за стены, которые будешь называть домом. Хотя дом – это то, что было до далекого 14-го года, когда пришел Гиркин. Надеюсь, он не проживет эти 4 года колодной. Пишет следующий человек. Когда я уезжал из РФ в 20-м, я не спешил, выбросил, продал, раздал все ненужное. И все мои 38 лет жизни в РФ поместились в две сумки. Пишет Брудный Гарри. Брудный – это грязный Гарри. Пишет ЕВ. Очень тяжело расставаться с памятью, но вы правы. Когда продавали мамина пианино 19-го века, было ощущение, что у меня украли всю прошлую жизнь. Спокойная жизнь наступит на планете, если не будет России. Точно так. Ну, не уверен, но спокойная жизнь. Что такое спокойная жизнь? Пишет Аргенот. Один раз за много лет был дома. Место, где родился и вырос, но не чувствуешь себя в безопасности. И, к сожалению, перестает ощущаться как дом. Особенно, если вокруг чужие флаги. И да, реально ценных вещей немного. Они помещаются в один рюкзак. Все остальное можно купить. Пишет Михаил. У меня жена этого не понимает. Еще и собачку хочет завести. А я на вечном стрёме. При том, что живу за Уралом. Вот полетим. Еще пару прочитаю. Потом некий вывод, почему я читаю вам. Это очень такая важная вещь. Значит, пишет Валентина Шилова. «Я ровно пять раз теряла все нажитое вместе с моим любимым домом. Но, оставшись живой, поняла одну истину. Никогда не накапливать то, что все может превратиться в прах. Но, осознав, поняла, самый богатый человек – тот, кого ничего не держит». Знаете, это тяжелый вопрос. У меня было такое приключение. Вы знаете, я очень люблю радио. И с детства меня вот радиоприемники, вот это вот все. Я подписан в Фейсбуке на все там старые вот эти такие штуки, где старые радиоприемники. Вот вся вот эта вот рухлядь, я ее не считаю рухлядью. Я считаю, что ее можно оживить и так далее. Для меня радио, вот радиоприемник именно, это что-то живое. И у нас был радиоприемник «Урал». И когда мы уехали, мама продала этот дом несчастный, в котором она жила после смерти отца, то мы там оставили много вещей, в том числе радиоприемник «Урал». И что вы думаете? Через 25 лет я приехал, зашел туда в дом. Они, конечно, его перестроили, они меня узнали. Поводили по дому, что-то я узнал туда-сюда. Но они сильно перестроили. И вдруг я захожу в большую комнату, и там стоит радиоприемник «Урал». Я не забрал его, потому что я тогда жил в Москве. Я просто приехал, посмотрел и все. Но, понимаете, эта война, наверное, все-таки дала нам ощущение и возможность переосмыслить, что такое дом. Потому что в старом понимании, наверное, дома, вот такой дом, понимаете, это сохранилось только в Европе, в классической Европе, в старой Европе, в Британии, безусловно, и, конечно, в Соединенных Штатах Америки. Но вот если говорить про нынешнюю ситуацию, то я бы сказал, что для вас дорогие вещи. Я вам свои дорогие вещи показывал. Дорогие не в смысле денег, а дорогие с точки зрения вот эти вот часы старинные я вам показывал. Вот что-то, понимаете, без этого невозможно жить. И это невозможно заменить кошкой или собачкой. Вот что-то надо такое иметь. Вот то, что называется дом. Понимаете, в чем дело? Я видел такую смешную карикатуру, очень точную. Две картинки. Что мне оставила моя бабушка? И показан, ну, вот типа вот этого румынского серванта с какими-то чашками и так далее. А второй рисунок, что мы оставим нашим внукам. И там, знаете, какая-то икеевская полочка. И это правда, потому что как-то все изменилось. И вот делать дом, вот делать дом. Вот я в этой квартире просто сделал кухню. Ну, а навил ее. Ничего не переделывал. Потому что я не понимаю, сколько я здесь буду, чего. Ну, в общем, вот такое вот. И мы все оказались, понимаете, в то, что нам было дорого, какие-то вещи, а мы же люди. Такое, это все исчезло. Причем это не русские забрали. Оно просто обесценилось. Понимаете? Вот мой приятель Багро, он поехал к другому приятелю Максиму, и они разбирали книги. Настоящие живые книги. Потому что там огромная библиотека. Да, вот Марина Машанская пишет, священный мусор. Да. В общем, короче говоря, надо, дорогие друзья, найти какой-то баланс. Но это очень тяжелый вопрос. И мы его должны обязательно решить внутри себя. Что нам дорого? Вот я для себя решил. Это вот те старинные часы, которые вот как я живу, вот я надеюсь их передать Кате Саше и так далее. Да, надо оцифровать, сделать в хорошем разрешении старые фотографии. И я вот неожиданно, роясь, нашел альбом, целый вот толстый альбом фотографии, когда я был в институте. Там я молодой, с волосами, вообще черти что. В общем, короче говоря, есть, понимаете, война не отменяла такое понимание, как уют. Вот уют. Мы должны придумать себе уют. Он может состоять из чего угодно. Кошка плюс плед обязательно. Не знаю, бокал вина. Я такого не делал. Ну, в общем, короче говоря. Но обязательно не жить какой-то сиюсекундностью. А про сиюсекундность мы сейчас поговорим. Но, между прочим, перед этой сиюсекундностью мы поговорим вот на эту тему с замечательнейшим Олегом Сакьяном. Олег, привет. Привет, Саннатольевич. Рад видеть, слышать. Вот смотри, мы с тобой, когда все это безумие началось, мы с тобой и во Львове были, и потом ездили, ты живешь в съемных квартирах, переезжаешь туда-сюда и так далее. Вот что ты с собой возишь? Что такое твой уют? Как ты его себе делаешь? Это же не елка вот эта, которую ты уже полгода не можешь выбросить. Это символ стойкости сейчас Украины. Елка. Кстати, с этими переездами у меня был случай один, когда я просто не успевал и не мог, и, в общем, оно мне доставило до Пасхи, и я сфотографировал даже пасочку на фоне елки с подписью, что они наконец-то встретились. Но последний мой переезд я возненавидел книги. Не как носители информации, как материальный предмет. Я впервые в жизни книги начал измерять ящиками, килограммами и тихо ненавидеть, тихо плеваться, потому что, конечно, каждый раз каждый переезд отягощается тем, что на каждой квартире библиотека разрастается. Это при том, что моя годловская, донецкая библиотека, она осталась глубоко хоронена под тяжестью 2014 года. Это первое, то есть, книги. При том, что я, кстати, далеко не самый читающий человек. Во-вторых, уют создают люди. Вот я, как человек, который терял все, и первое, что я в Киеве покупаю, это зашел, кинул окровавленный пиджак, снял окровавленную футболку, купил новую футболку, одел новую футболку. И, собственно, начинал вот с того, что у меня вилки-ложки были, там, у меня и мои девушки тогда, вот, ближайших друзей ничего не было. Могу сказать, что люди. Вот их беречь по жизни. И в любую квартиру, куда вы заедете, куда вы переедете, эти люди вам создадут ощущение дома, ощущение уюта, когда вы их соберете и все дружно выпьете вина, сока, чая, кофе, чего вы там пьете. Ну, а какая-то вещь путешествует с тобой? Какая-то прямая вещь? Ну, есть одна вещь. Это флаг Украины. Это, конечно, пафосно сейчас звучит, но это флаг, который со следами, нас обливали яйцами, закидывали и так далее. Это флаг с... Боже, сейчас скажу. Это, по-моему, это флаг именно с 5 марта 2014 года с Донецка. Самого многочисленного, более 10 тысяч людей митинга за поддержку Украины. Тогда парароссийский митинг удалось собрать 3,5 приблизительно, со всей области. А в Донецк 10 тысяч человек. Вышло около 10, там кто-то больше 10, кто-то меньше. Ну, в общем, я был одним из организаторов и был ведущим этого митинга, поскольку на мне тогда была составляющая и фасадная публичная, и идеологическая, и частично взаимодействие с политическими партиями, с остальными, потому что мы были зелеными, молодыми, у меня было 19 тогда. Мы пытались отстоять Донецк, и два месяца сдерживали российскую навалу. Вот, наверное, флаг Украины. Это единственное, вот если так взять, наверное, вещь из всех, которые со мной прошли все. Или же? Хорошо. Давай теперь поговорим, собственно, на тему, по которой я попросил тебя побыть со мной. Это странная история, которая произошла вокруг заложного. Наши зрители, в принципе, знают, о чем идет разговор. Если говорить... Это все вкладывается в три предложения. Сначала от одного хорошо информированного друга я получил сообщение, у которого действительно в офисе президента есть приятели. такие правильные, что заложного сняли, и вместо него будет замечательный тоже человек, начальник украинской военной разведки. Легендарный, которого много раз хотели убить, так как, впрочем, и заложного. Потом туда, потом сюда, потом опровержение, потом то, потом это. Короче говоря, вот все зачеркиваю, как в дроби. Пока на сегодняшнюю минуту ничего этого нет, и все на месте. Об этом сказал пресс-секретарь Зеленского. Это подтвердил в разговоре с одним из каналов представитель офиса президента. В общем, короче говоря, вдруг поднялась на ровном месте волна, и эта волна как бы утихла. И помните, уважаемые зрители, я вам говорил, что не надо кидаться на сенсации, надо чуть-чуть подождать. Что это было в твоем понимании? Ну, если максимально упростить, чтобы не вдаваться в оттенки ситуации, такие мелкие, нам общая картинка, и без симпатии, антипатии, агитации и прочего, то вопрос снятия заложного на столе власти в офисе президента в силу, скажем, трех групп факторов. Первый — персональный. Есть определенное напряжение, раздраженность, которую мы могли наблюдать, как она выливается. Второе — в силу того, что для части команды Зеленского, которую можно ассоциировать с главой офиса президентского, заложный является потенциальной политической угрозой. И третий — связанный с реальными и объективными претензиями, скажем, либо определенными ответственностями, которые есть по отношению к военным и, понятное дело, непосредственно к главе Генштаба. И вот как бы субъективный, субъективный, объективный фактор на столе лежит. Эту ситуацию сейчас обе стороны разыграли каждый в своей стратегии. Она была очень прогнозирована. Это очередной виток подобной истории. При этом надо отметить, что с точки зрения взаимодействия институций сохраняется достаточно неплохой уровень конструктивности. Там, где это соответствует национальному интересу, там, где есть планы, заранее согласованные, в принципе, согласования, где происходит даже в процессе, политики не мешают военным делать их работу, помогают и выполняют задачи, которые необходимы по поддержке, по оружию, по бюджетам, по всему. И военные точно так же не лезут в политику и не занимаются ею. То есть то, что мы сейчас говорим, надо понимать то, что в Украине политика не настолько персонализирована в вопросах войны, что это происходит как внутренние дворцовые интриги, которые, конечно же, эхом где-то отбиваются и какие-то процедитонируют, но при этом не срывают вопрос обороны. И у нас нет такого центра принятия решения в стране, которое вот если обезглавить, то все посыпется. Оно просто так не работает в Украине. И попытки это слепить по таким лекалам, они всегда терпят свой крах под весом самого же украинского общества. И наша анархичность, наши природы и так далее. И сейчас обе команды абсолютно в прогнозируемой ситуации, которая уже создается не первый раз. Одна, понимая, что на этой неделе в очередной раз будет выноситься вопрос по залужному, решила отыграть карту, залужного уже сняли. и поставить власть в позицию оправдания с тем, чтобы вызвать волну и таким образом защитить от снятия залужного и тем самым поставить власть в ситуацию, когда они вынуждены реагировать. А потом можно сказать, мы не дали снять. И, собственно, это будет отчасти правдой. Но при этом как бы это и будет вопросом того, что вот позвонили послы, позвонил еще кто-то, все распереживались, общество поднялось бурей и так далее. Одна беда. Это всегда имеет свой лимит. Подобная форма публичной защиты. Потому что можно раз, можно два поднять, на третий раз уже волна будет ниже, а на четвертый раз волки-волки, и, собственно, никто не поверит. И это прекрасно понимают те, кто хотят снятия залужного. И я сейчас не говорю о команде залужного или команде Зеленского. Я сейчас говорю о части команды там и там, и плюс о внешних игроках, которые структурируются, исходя из того, как они видят свой интерес в том, чтобы сняли или не сняли. Мы сейчас не говорим о конкретных даже фамилиях, и это несколько различных групп, и даже внутри самих команд. И в команде, которая за снятие залужного ратует, они это прекрасно понимают. И они эту ситуацию отыграли по полной с тем, чтобы были волки-волки в очередной раз. А вот смотри, Лиана Сирота или Сирота, не знаю, это фамилия, или... Я считаю, что тупо проверили ситуацию. Может быть, это действительно было такое тестирование общественного мнения? Ну, например, публичный пост был, из которого, который многие потом ссылались, это был пост Борислава Береза, который сказал, что у него два источника подтвердили, что за ужин его сняли. Кто знает Борислава, понимает, что это не человек из пула офиса, например, который бы делал для них... Да, который бы делал для них грязную работу с тем, чтобы запускать информацию для тестирования. А отыграли ли вы его в темную? Ну, Борислав очень опытный политик и еще более опытный, я бы сказал, был бы медиа и маркетинговые специалисты, который, наверное, собаку съел. Не имея железобетонных представлений о том, что человек, который ему эту информацию дает действительно и не использует его, ну, плюс, зная характер еще, Борислава, надо понимать, что человек, который бы ему слил эту тесту, он больше в его жизни никогда не появился. То есть это человек, который может просто заворачиваться в белую простынку и начинать ползти в сторону политического кладбища. Потому что Борислав после этого этот человек просто начнет как минимум медийно уничтожать. Это понятно. Он человек с тяжелым медийным кулаком. И, соответственно, я не думаю, что здесь можно было Березу прямо вот так в темную отыграть. Но при этом я понимаю, что Береза не первый раз реагирует на подобную ситуацию. Понятное дело, что мне в некоторой степени известна наша политическая закулиса, и я понимаю, в каких ситуациях были реагирования и Березы, и не только его, и постфактум, там, где даже я не знал в моменте, я знаю плюс-минус, что происходило в кабинетах и каким образом. И, исходя из этого, моделируя поведение неоднократно проявленное, я могу сказать, что, скорее всего, все-таки имеет дело ситуация, в которой обе команды прогнозировали своего противника и обе команды отработали свой заранее заложенный алгоритм. И вышли каждая с минимальным плюсом для себя. То есть, в принципе, вин-вин на мизерах, за счет того, что все общество сегодня, ну, если кто-то и выиграл, то, вот кто любит поискать конспирологию, я бы сказал бы то, что это все фарм-мафия сделала производители седативных и успокоительных. Потому что, вот что-что, а они сегодня, я думаю, что в Украине просто... потому что, как этот иммунитет в виде волки, который Украине еще понадобится, сегодня из него была вынята огромная часть этого иммунитета, просто кирпичи из фундамента, так и с точки зрения доверия к институциям были выняты кирпичи с другой стороны. И при этом ситуация с заложным Зеленским и с потребностью новой модели реконсолидации общества, институций, которая перезрела просто. И это не касается фамилий сейчас двух, это касается куда глубже и куда более системных процессов. И эта ситуация не выиграла, тоже проиграла. Мы, как минимум, потеряли время, при этом доверие и при этом часть иммунитета общественного дискредитировали его. Поэтому общество, конечно, проиграло колоссально. А обе политические команды сейчас тактически свой интерес закрыли. Спасибо тебе большое. Знаешь, как две фразы хочется сказать. Первое, ясно, что как это, ясно, что ничего не понятно и понятно, что ничего не ясно. Ну, посмотрим. Завтра будет какое-то продолжение. В общем, будем смотреть. Пока все соответствует знаменитому анекдоту. Помнишь, старые евреи переходят границу в 70-х годах, когда не разрешали эмиграцию и пограничник говорит, стой, кто идет. Он говорит, уже никто никуда не идет. В общем, каким-то образом все это дело происходит. Вот Соня Икс написала, дело ясное, что дело темное. В общем, короче говоря. Если позволите, я 10 секунд. Самое главное, что не стоит эмоционировать. Вот даже в таких ситуациях очень часто необходимо, если вы не можете повлиять на нее, вот тут вот и прям ситуацию, где нет ты бей или беги конкретного действия, не дайте просто эмоциям собой овладеть. Отступите на полшага назад, чуть-чуть дайте себе времени. Вдохнуть, выдохнуть, заварите кофе, и подойдите к этой ситуации, дайте пространство и времени. И вполне вероятно, что... Я тебе скажу, что вот мои зрители, уважаемый наш клуб, вот я 150 тысяч раз говорил им, пожалуйста, давайте подождем и не будем распространять непроверенную информацию. Не будьте инструментом в чужих руках. Вот вы как минимум себя защитите от того, чтобы вы остались пускай и в отстраненной, но субъектной позиции в отношении анализа ситуации. Это не говорит о том, что надо быть безучастными, беспристрастными, нет, конечно же. Но просто иногда необходимо самих себя поймать на эмоции, остановить ее, дать себе время выдохнуть, выдохнуть и дальше подойти к ней более самим. Возможно, за эти даже 10-15-30 минут уже прояснится многое другое, и вам будет намного легче с этой ситуацией работать, оперировать, анализировать и, в общем-то, жить, приняв ее. Спасибо тебе большое, Олег Сокьян, благодарю тебя. Знаете, его не принято день в день, но Олег согласился. Я ему много денег заплатил и как-то вот, я не знаю, проверить, дошли или вот эти вот с нулями там. Матвеевич, думаете, я на это куплюсь? Я вот сейчас только отвлекусь посмотреть, а вы раз и выключили, и все, и потом нет, знаешь, что надо через Березу, чтобы Береза неожиданно сказал, что Сокьян получил какие-то сумасшедшие. Процент большой будет, процент большой будет, тем более, что я думаю, что у него сейчас будет чем заняться. Да, да, морду начистить кому-то, что подставил. Вот так. Спасибо. Спасибо. Олег Сокьян. Он всегда замечательный, я его называю, значит, всегда говорю, ну, у нас есть шутка такая, у ведущих, знаете, что надо уметь, когда берешь интервью или когда ведешь передачу, каким-то образом закруглиться. И Сокьян, а он очень профессионален в эфире, но он такой, знаете, ну вот, он, значит, я говорю, сейчас там идет сюжет, я говорю, сейчас коротко, я тебе задам вопрос, все, у нас 30 секунд. Включается камера, я говорю, Олег, вот то-то, 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 ответь, пожалуйста, коротко. Он говорит, коротко, но тут есть три аспекта. И все завалилось, понимаете, да? Тут со мной здороваются, и вообще 4000 человек собралось, это замечательно. Значит, теперь, послушайте, мне надо освободить телефон, я столько засейвил, что это просто катастрофа. Поэтому я нажимаю новости, и, ой, боже мой, это вообще конец света. Значит, и давайте разные, разные новости, и оперативные, и неоперативные. Одним глазом буду смотреть на ваши сообщения, если что-то такое вас интересует, но хочу вас попросить, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, потому что, еще раз вам повторяю, подписка полностью остановилась. Я не знаю, я не думаю, что это только со мной связано, это просто рынок поделен. Понимаете, кому-то 2 миллиона, а кому-то вот 80, по-моему, 7 тысяч и 700, и оно ничего не растет. Ну, и поддержите, пожалуйста, канал на таблетке. Значит, пожалуйста, можете, там даже гривневая карточка появилась, киньте что-то в гривнах, какие-то вещи, бросьте в меня чашку кофе, или станьте патронами, потому что я буду делать специальные эфиры для патронов, и я буду это дело развивать. И Катя, Катя пишет, ставим лайки. Да, Катюш, ты права, но только ты меня любишь. Эти все гады, они меня не любят, они, так сказать, да. Значит, теперь смотрите, новости, ну, новости вот такие, я вам просто рассказываю. значит, в России заочно арестовали заочно четырех соратников Навального, их обвиняют в экстремизме, оправдании терроризма, вандализме и распространении фейкова барби. И вы уже понимаете, что ничего они этого не делали. Короче говоря, заочно арестовали главу ФБК, фонд борьбы с коррупцией, Певчих, ведущего популярной политики Низовцева, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, главу социологической службы ФБК Бирюкову, все они объявлены в России на агентами, а Навальный еще внесен реестр экстремистов. Значит, Певчих, Низовцева и Ярмыш обвиняют в распространении ложной информации о вооруженных силах группой лиц. Певчих Низовцева также вменяется распространение фейка в российской армии по мотивам политической ненависти. Вы знаете, я уже ну как бы эмоционально не реагирую на это, потому что ну как-то вот какой смысл на это реагировать? Просто очередная такая. Теперь последнее про Надеждина. Матвей Юрьевич, почему подписчиков уменьшилось? Я не думаю, что подписчиков уменьшилось. Напиши, пожалуйста, Роберт, сколько там у нас подписчиков. Значит, пишет Deutsche Welle. В Генпрокуратуру направлен запрос на проверку Надеждина на иностранное финансирование. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородин. Я хочу вам сказать, что Бородин это такой профессиональный доносчик. Пишет, что на зарубежное финансирование указывает заявление от общественных деятелей, которые находятся вне России. Пишет 7 на 7. Ранее Бородин обращался к властям с призывом проверить Пугачеву на предмет оказания помощи в ССУ, привлечь отквестность Илья Хеджакову, изучить высказывания Арбенина и Слепакова Данила Козловского и так далее, и так далее. Значит, он почему идет? Он идет по линии, но это тоже смешно, я сейчас объясню. Он идет по линии на всякий случай, чтобы его объявить иноагентами админ онлайн уменьшилось немного, на 100. Ну, хорошо, но ушли 100 человек подписчиков, ну, что делать? Ушли, кому-то перешли. И вот, а Надеждин собрал больше 200 тысяч подписей за свое выдвижение и планирует 31 января сдать их в ЦИК. Здесь, понимаете, как? Я так думаю, что он бежит впереди паровоза, этот страшный бородин негодяй, он бежит впереди паровоза исключительно для того, чтобы, если надо, его идею подобрали. Такой себе дяденька. Ну, как-то народ ездил, ездил, но теперь не очень поездит. Европейский Союз вел санкции против Лиги безопасного интернета лично Екатерины Мизулиной за, цитата, серьезные систематические нарушения права на свободу убеждений и свободное их выражение. Также в санкционный список включены три сотрудника российской судебной системы, которые участвовали в деле оппозиционера Владимира Карамурзы. Я, знаете, что хочу сказать? Вот, есть куда ездить. И поэтому, казалось бы, ну, ну, вот, зачем вот эти вот санкции и так далее? Ну, вот, когда все это кончится и когда гражданка Мизулина, если она там не сядет в тюрьму и так далее, ну, вот она будет ездить в Пхукет, там, вот это вот все, понимаете? Но Европа и Америка, огромная Европа, огромная Америка, Канада, все вот это будет для них закрыто. Ну, оно уже для многих закрыто, поэтому с миру по нитке. С миру по нитке. Тут у меня переписка с Катей. значит, знаете, они все, вот, можно писать такую, я вам говорил, что когда-то в 67-м году, когда я был школьником в седьмом классе, люди старшего поколения знают, было 50 лет советской власти и сделали такой фильм, там, по-моему, текст Михаил Ульянов читал, документальный, 50 серий, называется «Летопись полувека», то есть, они набрали кинохронику, ну, такое, коммунистическое. Так вот, я бы сделал такой фильм, не знаю, там, летопись измены, летопись предательства. Ну, вот, пропагандисты же бегают, они там вспоминают каких-то людей, которые еще не сказали. Ну, вот, смотрите, певец Сергей Пенкин, помните Пенкина, да? Если у человека есть паспорт иностранного государства, это уже предательство своей страны, по моему мнению. Зачем он тебе нужен, если ты любишь свою родину и не собираешься никуда уезжать? Я горжусь своей страной, у меня один паспорт, никуда не собираюсь. Ну, хорошо. Зеленский дал много интервью о войне. вот, что он сказал в интервью, такая, ну, это соответствует действительности. В Авдеевке заборы из трупов лежат друг на друге, они воспринимают людей как мясо, я не уверен, что это их истощает, им все равно, миллион, два, три, сколько погибнет. Сейчас у нас есть, к примеру, Авдеевка, вы просто не представляете, это заборы, заборы из трупов, они это сделали, просто люди лежат на поле боя друг на друге, это заборы трупов, они их даже не забирают. Да. Ну, вот, начинается, мы все время, как бы, Алекс Цепп, подписка постоянно сваливается, сейчас снова, наверное, в десятый раз подписался. Ребята, посмотрите, пожалуйста, если вы не подписаны, подпишитесь, но я хочу, может быть, когда мне исполнится 80, получить, наконец, вот это вот, что у меня 100 тысяч. Ну, Ксения Ларина легко это сделала, понимаете, у меня идет тяжело. Теперь смотрите, значит, вот тут довольно правильно написано, я, к сожалению, не вижу автора, это Катя мне перепостила, но это правда, это правда. Получили ушат дерьма, Кремль велел Центральной избирательной комиссии не допускать Надеждина к выборам. Администрация президента настоятельно рекомендовала Центральной избирательной комиссии не допускать Надеждина до выборов президента России, поскольку он нарушает негласные договоренности с Кремлем. Рассказали телеграм-каналу «Можем объяснить» два собеседника близких КП и руководству Госдума. По их словам, кандидатуру Надеждина изначально согласовывали лично с Кириенко, который курирует внутреннюю политику, отвечает за выборы. Однако слова и действия Надеждина начали сильно раздражать Кремль. Владиленович охреневший договаривали сильно не поливать дерьмом президента Владимира Путина и СВО. На самом деле получили настоящий ушат дерьма, говорит один из собеседников телеграм-канала. Ну, это такая довольно интересная история. Давайте подождем. примут у него подписи, не примут. Тут же тут же знаете, как интересно? Интересно совсем не то, пустят его или нет. А вот это вот странный трюк, я видел это видео, когда стоит очередь отдавать голоса Надеждину, и эту очередь снимает какой-то парень, а идет какой-то человек, и он говорит, он так вышел из-за угла, и он не понимает, что происходит. Он говорит, а куда это люди стоят, куда это очередь, ему отвечают, это очередь против Путина. лозунги, понимаете, вот это вот как бы не будем говорить, что что-то произойдет и так далее, даже если Надеждин пройдет, там, ну, вы понимаете, ну, наверное, ему что-то напишут, там, ну, 8%, полтора процента, почему? Потому что он заявляет антивоенные лозунги, а для Кремля очень важно показать, что люди за войну. Ух ты, 2000 лайков, спасибо вам, Петр Степанов пишет, 2000 лайков. Да, я еще немножко болею, поэтому я такой перекривленный и не эмоциональный, не ору на вас и чмыхаю носом, как принято говорить. Значит, поэтому важно, знаете, что важно понимать, что вот эти вот люди, которые стояли, они, ну, как бы, они себя осознали, они себя зауважали. Я не говорю, что если его не там не допустят, что пойдут с виллами на Кремль. Никто не пойдет, но очень важно хотя бы раз в 15 лет, чтобы что-то разрешили, а здесь же удивительный феномен. Вдруг выяснилось, что куда-то можно пойти, где тебя не бьют палками. Ну, я считаю, что это замечательно. Вообще, все, что помогает гражданскому обществу осознать в этой очереди, что оно а, гражданское и б, общество, это очень важная история, на мой взгляд. новость, которая, на мой взгляд, неизбыточна, как все неизбыточно в предложении Государственной Думы. Налоговики пишут ведомости, начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций получение владельцами зарубежной недвижимости платы за аренду на иностранные счета. Об этом говорится в постановлении Московского управления ФНС о назначении административного там что-то такое. Значит, почему это дело никогда не будет работать? Оно не будет работать по одной простой причине, по двум причинам. Во-первых, каким образом, это сколько человек должны работать где-то как ФБК. ФБК там чуть не умерло, пока не выяснили про дома Соловьева. Ну и всех вот этих вот. ну представляете, так сказать, они пугают, они дерьмово пугают рассматривать незаконных валютных операций. Как это понять, незаконные валютные операции? Вы знаете, что если человек, если его нет в стране больше 180 дней, то он не является налоговым резидентом этой страны. Здесь меня спрашивают, ходить ли на выборы. Послушайте меня, в принципе можно не ходить, но раз такое дело, как-то говорят, раз пошла такая пьянка, то можете сходить, но естественно надо голосовать за какого-то нормального кандидата. Из всех этих уродов можно проголосовать за Надеждина. Понимаете? Катя мне пишет, у нас в эфире на канале, я помню, Надеждин сам сказал, что он собирается следовать законам Российской Федерации и не принимает донаты из-за границы, даже если ему прислать донаты россияне. Но он правильно делает, потому что так его могут дискредитировать, потому что донат от иностранного агента может обнулить все его голоса. Поэтому только российская, и я уверен, что они это понимают. Короче говоря, возвращаясь вот в этой фигне про значит покупайте и если есть деньги и забейте на этих уродов, которые сами не понимают, ну они пугают, понимаете, то есть только в России и только на фронт, вот и все. А то, что вы там купили недвижимость, как это валютные операции. Я уехал за границу, они имеют ввиду, что ты вот в Москве сидишь, но если ты уехал, какие, ну в общем, короче говоря. я, в том числе записал очень много всяких фраз чудесных. Вы знаете, когда мы говорим про то, что вот кому-то хорошо и так далее, все это субъективно. И вот такая вот фраза, которая подчеркивает это дело. То есть надо спокойно. В следующий раз, когда вы почувствуете себя подавленным, это для Кати, я специально для Кати читаю это. В следующий раз, когда вы почувствуете себя подавленным, помните, что все зависит от точки зрения. У меня есть друг, который занимается сексом два-три раза в день, занимается спортом два раза в день, читает две книги в неделю, но каждый день жалуется, как сильно он ненавидит тюрьму. Понимаете? Поэтому вот так, да. Удивительное сообщение, я не понимаю, чего они его чмарят. МВД объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона и на агент включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из базы ведомства. Что им этот Гордон, они его там, что только они ему не инкриминировали, и террористы вообще, это какая-то невероятная история. Вот понимаете, Надеждин, он вызвал такую разноголосицу мнений, ну вот, например, пишет Эхо Фейспалма такое. Я вот специально посмотрел интервью с Надеждином, которое Нина Расабашвили выпустила, так вот, опять там тезисно было следующее. Путина на пенсию, никаких репрессий в отношении нынешней власти. Второе. Крым наш. Он, кстати, этого не сказал. Третье. Референдумы на оккупированных территориях. Охренительный кандидат в общем. Ну, знаете, как я вам скажу? Если человек говорит, что он прекратит войну по нынешним временам, это уже хорошо. то есть, какая альтернатива? Путин, что ли? Или вот эти все чмошники, которые бегают вокруг него? Ну, короче говоря, вам решать просто... Вот это вот мне нравится. Знаете, они доносят доносят друг на друга. Ксения Собчак утверждает, что о голой вечеринке блогера Ивлеева и Владимиру Путину донес Михалков, Никита Михалков. Дальше ее цитата. Если я ставлю цель, то достигаю ее. Наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника, уверенные с подробностями, заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известное видео, а также сопроводил комментариев про 666 и сатанинскую вечеринку. Путин его уважает, любит, и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы и накрутить и убедить свои точки зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жесткая реакция. Ну вот, жаба гадюкинский или как это сказать. Тут проявлялись какие-то мои любимцы, Медведев что-то заявлял, пока я болел. Там они такие замечательные. И вот Дугин. Дугин, вы знаете, хороводы водить и так далее. Я обожаю этого человека. Значит, Дугина продолжают цитировать. Он ничего не решает, но вы понимаете, надо что-то вот такое русское. Слушайте, что пишет Дугин. Но еще раз, он верен себе. Понимаете, в чем дело? Он не выделывается, он просто, ну как сказать, шизанутый на своей идее. Вот у него есть своя идея. Он всех бы надел в кокошники, одел бы в лапти, и все водили хоровод. Ну, это я много раз читал. Про кота мы еще вернемся. Что он говорит? В этой ситуации для России вернуться к своим корням, но при этом на новом витке развития означает приступить к массовому расселению мегаполисов и государственной программе по организации жизни людей на селе, в пригородах и поселках. Лозунгом может быть к родной земле. Если крестьянство историческая матрица полноценной крепкой на селе трудно куда-то убежать, это его фраза, и многодетной семьи, то возродить одно без другого невозможно. Вот это и есть год семьи, каким он должен бы быть, укрепление государственной идеологии, возврат к земле. Вы спросите, а как с индустрией и техникой? Во-первых, программированием открытиями можно заниматься в собственном доме, подключенном к интернету. Свежий воздух и любящая семья способствуют мышлению. Во-вторых, в городах можно работать вахтовым методом, как на северах. Приехала группа инженеров, пожила, ну и так далее. Больше я... Значит, понимаете, в чем дело? Вот это... То есть, я как бы... Ну, понимаю его в каком-то смысле он... Ой, что, опять? Сейчас, а, нет, все правильно. Понимаете, я его в какой-то степени понимаю. Вот у человека есть такая внутренняя история вот такая. Вот он считает. Он имеет право это считать. И более того, может быть, действительно, если вот русские возьмутся руками и будут хоровод вести и так далее, в лаптях и так далее, и прочее, прочее, может быть, они родят какую-то идею. Но тут возникает вопрос, какую? Ведь, по сути, он говорит до... про деиндустриализацию. Понимаете, в чем-то? Ведь не случайно вы знаете, как появились города, как появились деньги, понимаете? Как выяснилось, что когда появилось топливо, а настоящая промышленная революция началась ровно тогда, это правильно отметила Латынина много лет назад, когда стали добывать углеводороды, то есть не дрова, а именно углеводороды, когда малый объем рождал высокую энергию, понимаете? То есть высокое КПД. И вот тогда действительно началась революция промышленная. Ну, хорошо, ну, вот они люди расселятся, ну, например, по деревням. Но дело в том, что там уже давно произошла промышленная революция. Понимаете? Ну, как, что, сейчас вот доят коровку там, и вот эта вот свинюшка в подсобном хозяйстве. Нет, это мощные агрофирмы. Понимаете? Поэтому он иногда он проталкивает свою идею вот такого нутряного, но не объясняет, как это сделать. Вот Лариса пишет, вернуться в пещеры, но с современными технологиями. Ну, правильно, да, вот как бы. Есть такой депутат Журавлев, тоже такое чучело гороховое, ну, просто депутат Журавлев предложил отменить алименты. Отменить алименты. Дальше его текст. Один мужчина может оплодотворить много женщин, но его сдерживает необходимость потом платить алименты. Отменить алименты и демографическая проблема исчезнет, предложил Алексей Александрович. Ну, скажите, что это такое? Просто вы знаете, я когда это прочитал, то, что я, ну, вы знаете, Сергей Миронов относится к моим любимчикам, наряду с Дмитрием Анатольевичем Медведевым и прочим шизоидом, но это он действительно сказал, он просто действительно это сказал. Когда началась вот это с Техасом история, что сказал депутат Государственной Думы России, лидер фракции Справедливая Россия? При необходимости мы готовы помочь с референдумом о независимости и, конечно, мы признаем Техасскую Народную Республику, если таковая будет. Удачи, мы с вами, сказал Сергей Мирон. Бля. Вот много очень таких. Завтра я вам расскажу, что было в Техасе на самом деле. Вы это все можете найти в интернете, но у меня есть видео, где Техасец, ну, из русских, рассказывает, что на самом деле там происходит. Вот понимаете, Путин же уничтожил все выборы и теперь идут назначения. И вот я вам читаю. Вот Бурятия. Вы знаете, сколько бурятов там погибло, все вот это вот. Глава Бурятии Алексей Циденов внес законопроект на рассмотрение парламента республики об отмене прямых выборов в мэра Улан-Удэ. Это одна из пяти столиц субъектов федерации в России, где еще сохраняются выборы главы населения. Кроме Бурятии, Хабаровск, Якутск, Анадырь и Абакан. Понимаете, полное уничтожение, как бы, полное уничтожение. что-то перестали у меня в последнюю неделю показывать YouTube в рекомендациях ваш канал. Приходится само искать. А я же не делал ничего, я болел. Сейчас будут показывать. Час. Ну, еще Путин. Путин. В России необходимо формировать элиту из числа участников спецоперации, особенно молодых людей, в руки которых можно будет передать страну. Заявил Путин. Появилось уже очень много мемов на эту тему, где показано, как зэки, значит, молодая элита. Ну, такой. Вот он говорит просто такой поток сознания. Поток сознания. Ну, вот. Роберт Де Ниро. После 50 лет брака я однажды внимательно посмотрел на свою жену и сказал, 50 лет назад у нас был маленький дом, старенькая машина. Мы спали на диване и смотрели маленький черно-белый телевизор. Но зато каждую ночь я ложился в одну кровать с красивой 19-летней девочкой. Сейчас у меня огромный дорогой дом, много дорогих машин, огромная кровать в роскошной спальне, телевизор с широким экраном. Но я сплю в одной кровати с 69-летней женщиной. я начинаю сомневаться в своем браке. Моя жена очень разумная женщина, она не обиделась и не ругалась. Она просто предложила мне найти себе 19-летнюю девушку, а она уже позаботится о том, чтобы я снова жил в маленьком домике, спал на продавленном диване и смотрел черно-белый телевизор. Ну, разве женщины невеликолепны? Они, правда, знают, как решить все проблемы своих мужей. Вы знаете, я вам читаю подобные вещи. Теперь несколько научных фактов. Извините, отправка текстовых сообщений за рулем увеличивает вероятность аварии в 23 раза. К такому выводу в своем исследовании пришли ученые Вирджинского технологического института транспорта. Ну, честно говоря, я не понимаю, как можно вести машину и набирать. Я, например, если вдруг я включаю Боже, Матвеевич Тики включила, скучила, у нас шахеды, иду спускатые в пидвал. Тем, а где шахеды, в каком месте? Потому что у нас не было здесь сейчас ничего. Я записываю голосовое сообщение. Все? Юрий Нагибин, вы знаете, великий писатель, такой честный, откровенный. Боже мой, я думаю, если бы он жил сейчас. Что же будет с Россией? А ничего, ровным счетом ничего, будет все та же неопределенность, зыб, болото, вспышки дурных страстей. Это в лучшем случае, в худшем фашизм. Неужели это возможно? С таким народом возможно все самое дурное. Юрий Нагибин из книжки «Тьма в конце туннеля». Я не... Это его точка зрения, потому что там народ, народ... Вот видите, сейчас народ идет и стоит за так называемым демократическим кандидатом. А, опять Миронов. Опять Миронов. 80 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Мы обязаны сделать так, чтобы подобное не повторилось никогда. И сегодня мы это делаем. Мы вновь боремся с теми, кто пытается нас отменить. Не отменят, мы выстоим. Память предков не посрамим. России быть, быть великой. Вот он написал это. Пишет Рустем Адагамов. Всегда кажется, что ты троллишь, Серега. Ну, потому что всерьез такую невозможно писать. Память предков не посрамим. Мы выстоим. Господи, какой бред. Действительно, вот непонятно. Он потом будет говорить, что он троллил, что на самом деле это была издевка. Альберт Камю. Почему я вам сейчас прочитаю одну его мысль? Потому что она мне очень близка. В молодости я требовал от людей больше, чем они могли дать. Постоянство в дружбе, верности, в чувствах. Теперь я научился требовать от них меньше, чем они могут дать, быть рядом и молчать. И на их чувства, на их дружбу, на их благородные поступки, я смотрю, как настоящее чудо, как на дар Божий. Между прочим, он Альберт Камю, Альбер, Альбер, Камю, философ, лауреат Новелевской премии по литературе. Но это правда. Но это связано с возрастом. Еще пару научных фактов, потом стих. в 2009 году, вообще это невероятная история, индийский доктор решил извлечь камни из почек больного. Может быть, можете себе представить, что он извлек 172 155 камней из левой почки в течение трехчасовой операции. Это вошло в книгу рекордов Гиннеса. 172 155 камней. Но вы понимаете, что это были не булыжники. Вот в это я не мог поверить. В это я не мог поверить. Я не знаю, может, кто-то ездил из вас. Самый длинный тоннель в мире в мире 57 километров. Ну, как такое может быть? 57 километров. Он идет из Швейцарии в Италию под Альпами. его строили 17 лет. 57 километров. Ну, это просто... Вы знаете такую певицу Шер? Шер. Такая стильная. Шер о Трампе. Я думаю, нет. Я уверен, что ты самый непривлекательный мужчина, которого я встречала за всю свою жизнь. За то короткое время, что мы были вместе, ты демонстрировал все отвратительные черты мужской личности. Я даже открыла для себя несколько новых. Ты физически отвратителен, умственно отстал, ты морально предосудителен, вульгарен, бесчувственен, эгоистичен, глуп, у тебя нет вкуса и паршивое чувство юмора. И от тебя пахнет. Ты даже не настолько интересен, чтобы меня тошнило от тебя. Ну, понимаете, эта женщина, я не знаю, что у них роман был или что. Это смешно. Смешно. Кстати, о воне мужчины. Женщина из Турции подала на мужа в суд за вонь изо рта и за несоблюдение базовых норм гигиены. Теперь он должен ей по решению суда 16500 долларов. По ее словам, он чистил зубы один-два раза в неделю, почти не мылся и совсем не соблюдал основы гигиены. Из-за этого женщина подала на развод и оставила жалобу, которую суд удовлетворил. И самое интересное, что это вызвало такой невероятный скандал, но просто не каждый же день такое бывает. Это раз. Но самое интересное, что его друзья, с которыми он выпивал, пришли на суд и это подтвердили. Вот сволочи. Что это такое за безобразие? Так же нельзя? Так, теперь смотрим что? Давайте смешное напоследок, ну давайте напоследок смешное. сейчас же были праздники, мы все нажрались. Ночь пришла, усни, малыш, спит в желудке рыба фиш, мандарины в животе спят в бурлящей темноте, сельдь сопит, укрывшись шубкой, спят блины, свернувшись трубкой, спит в желудке винегрет, мирно спит кило конфет, спит шашлык и спит с сациви, спит банан, обнявшись с киви, спит с икрою бутерброд, два десятка рижских шпрот, кока-кола спит шипя, оливье в себе топя, спят пирожные, колбасы, спит мороженое с мясом, отчего же ты не спишь, ты не спишь, и икаешь, и пыхтишь, я люблю такие стихи, слушайте, надо повышать себе настроение, так, Анна Маркс пишет, киевская тревога, ну, это мне Катя сообщит, если Соня их спишет, как вкусно, значит, послушайте меня, да, а в почках камни бодрствуют, мои дорогие, значит, традиционные слова, вообще, Игорь пишет, а зачем обсуждать Трампа, потому что от Трампа во многом зависит лично моя жизнь, понимаете, да, значит, пожалуйста, я возобновил и я прошу вас возобновить именно поддержку моего канала, это несложно, пожалуйста, во-первых, расскажите друзьям своим про мой канал, для того, чтобы пришли эти сто человек обратно и, может быть, еще пришли, во-вторых, поставьте, пожалуйста, лайки, и в-третьих, бросьте мне донат и бросьте в меня кофе, можете бросить рубли, появились гривны, дорогие друзья, я собираю на поддержку моего канала, поэтому, если гривны у вас есть, там карточка написана, бросьте, пожалуйста, пару гривен, сколько хотите, ну и, конечно, кофе и, конечно, записывайтесь в патреон, патреон меня очень поддерживаете, и Ге ни черта не соображает, он пишет, но вы обсуждаете, чем Трамп пахнет, как будто это важно, или кто-то из нас его нюхал, мой дорогой, чем вы слушали, одним местом, женщина в Турции подала на своего мужа в Турции, причем тут Трамп, боже мой, поэтому, сейчас мы с вами прощаемся, а завтра, я так думаю, что я осилю две передачи, значит, пожалуйста, приходите ко мне в 17 часов по киевскому времени в 18 по Москве, и мы с вами поговорим новости, новости, там не будет стихов, и не будет это самое, это просто мы посмотрим на свежие новости, ну и напоследок, я должен вам сказать, что я начинаю уроки украинского языка с вами, смешными четверостишиями, и так далее, и так далее, село моё, село, яке ты чудове, влитку цілий день город, и цілий день коровы, я думаю, что вы всё поняли, спасибо вам большое, я желаю вам всего самого наилучшего, тихого вечера, я буду тут прятаться и смотрю, Матвей забыл, что читал, именно и о запахах Трампа, ну какого Трампа, ну слушайте, люди, ну объяснитесь ему, может быть, по ошибке выскочило у меня слово Трамп, я же просто говорю же, что, а, вы имеете ввиду то, что Шер про него сказала, послушайте меня, ну, я прочитал то, что сказала Шер, великая, ну, я вас умоляю, ну что вы ко мне прицепились, ну, я читаю, читаю то, что вот я нашел, мне кажется, что это, что это интересно, вот что она о нем думает, ну, посмотрим, ну что, спасибо, жду от вас кофеечка, пожалуйста, да и все остальное, спасибо вам, завтра в 17. цикага,